Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Она была педагог, воспитатель, известная в нашем маленьком городе. Я наблюдала за ней, как она готовится к урокам, к занятиям, пишет конспекты. И я так думаю, вот сейчас анализирую, что она была настоящим профессионалом своего дела. И именно моя мама была моим первым наставником, давала мне мудрые советы, когда я обстегала азы своей будущей профессии. А затем мне подарили фортепиано. И это была любовь с первого взгляда. Я влюбилась в этот инструмент. И получается, вот здесь сложились пазлы. Моя любовь к музыке и желание стать педагогом. В результате я педагог дополнительного образования. Чтобы стать успешным в любой профессии, одного таланта недостаточно. Нужно учиться совершенствовать азы своего мастерства. В начале, как любой педагог дополнительного образования, он проходит обучение в музыкальной школе. 7 лет фортепианного отделения. Затем в музыкальном училище, тоже фортепианное отделение. Затем в Саратовский педагогический институт имени Константина Федина, музыкальное отделение. И корочка, учитель музыки, педагог дополнительного образования. И долгое время, с 1985 года, я работала в педагогическом колледже. Преподаватель музыкальных дисциплин. В общем, разнообразная работа там. Жизнь была в темпе Аллегра. Это очень быстро. И экзамены, и конкурсы, и все. Причем я даже побывала руководителем театра моды, как педагог дополнительного образования. Настолько интересный опыт, в котором соединялась и дизайн костюмов, и музыка, работа с музыкой, и работа с хореографией. Все это была я одна, в едином лице. Но я думаю, результат был просто замечательный, потому что мой театр мод был победителем. Неоднократно обладал дипломом гран-при областного конкурса «Студенческая весна». В 2016 году Лариса Михайловна переехала в Самару и устроилась работать в детскую школу искусств номер один. По ее жизни начался новый этап. Этап становления как педагога-наставника, дарящего детям любовь к музыке. Я, конечно, выстраивала отношения со своими педагогами. Но в силу своего характера, природных склонностей я старалась находить со всеми общий язык. А почему? Потому что педагог дополнительного образования – это не только педагог, он еще и психолог, он еще и актер. Это многогранная профессия. Мы вынуждены подстраиваться под любого человека. Я думаю, что именно вот эти свойства моего характера помогли мне, в общем-то, достаточно уверенно чувствовать себя и чувствовать поддержку моего коллектива. Лариса Михайловна у нас такой человек, который, можно сказать, ведет всю эту работу. И все остальные педагоги на нее равняются и идут по ее стопам. Где-то отталкиваются от ее опыта, где-то идут такой же проторенной дорогой, как она. И вот как раз в этот год, объявленный педагогом и наставничеством, хотелось бы отметить именно Ларису Михайловну. Девочки, вы знаете, что такое полонез? Не знаете? Ну как же, ты же знаешь. Расскажи нам, Виолетта. Это такой танец. Танец. Он старинный танец, правильно? А какой национальность он принадлежит? Ну, польский танец. Польский национальный танец. Он звучит как? Это выяснил торжественный, это выход, знаете. В чем проявляется его торжественность? В первых аккордах, правильно? Очень. И дальше, в следующей фразе, мы должны показать очень четкий, хороший ритм, который присущ именно полонеза. Какой? Лариса Михайловна, к каждому ребенку индивидуальный подход. С каждым учеником занимается отдельно несколько раз в неделю и знает, на что способен тот или иной ребенок, какие у него возможности. Одному нужно уделить больше внимания, остановиться на сложных моментах, повторяя их из урока в урок. Другому, напротив, нужна усиленная программа. Мы смотрим в первую очередь на желание ребенка, на огромное желание, потому что, обучаясь на инструменте, это в первую очередь как-то сесть и заниматься, да. А все остальное приложим. Мои знания, мой опыт. И я думаю, что результат неплохой я добиваюсь от детей. Она очень добрая и понимающая. С ней интересно общаться о музыке и обостраненных темах. Однажды в моей жизни был такой случай, когда я пришла к педагогу, и я очень волновалась перед конкурсом, который был через два дня. Лариса Михайловна рассказала мне секрет игры без волнения. И в итоге у меня все получилось. Я бы хотела брать пример с Ларисой Михайловной, как она играет, как она общается с учениками, как она общается в жизни. Дочка очень ее любит и с удовольствием огромное всегда ходит. И мы видим результаты, и ребенок занимается с большим удовольствием и с радостью идет на все занятия. У нее очень интересно проходят занятия. Она очень интересно подбирает репертуар. В зависимости от ребенка, от его способности, от его возможностей. И дает ребенку сделать шаг над собой, где-то перейти через себя. И когда дети это чувствуют, это понимают, для них появляется у самих интерес идти дальше, идти вперед. Быть наставником – это огромный труд. Именно наставник готов научить всему проявить терпение, поддержать в начинаниях, пережить взлеты и падения своих учеников. Именно благодаря наставнику человек может реализоваться и стать успешным. Я человек достаточно целеустремленный. Я всегда работаю на результат. И в первую очередь, и во вторую очередь я работаю и на ребенка, и на результат. Я должна видеть достижения своего ребенка. Пусть мой ребенок достиг, пусть у него будут небольшие достижения, но у него будут достижения, понимаете. И когда я встречаю талантливого ребенка, естественно, я должна его вырастить до высоких величин, скажем так. И вот поэтому мои дети всегда участвуют в конкурсах. В конкурсах различного уровня. И во всероссийских, но по некоторым причинам они сейчас были немного дистанционные. А вот городские конкурсы, областные конкурсы. И вот мои дети были лауреатами, победителями. И первые места были в конкурсах областных, таких как «Символ Великой России». В городских конкурсах «Музыкальная мозаика», «Композиторы по Волжье». А также в конкурсе «Трифонова фортепианного искусства». Я считаю, что когда мой ребенок на сцене и занимает призовые места, я ощущаю гордость и за него, и в том числе за себя. У нее очень хорошо заниматься. Все уроки проходят в комфортной обстановке, тебе не страшно. Получаешь полное удовольствие от игры. Она очень добрая, очень открытая. Опять же, с ней очень комфортно заниматься. Она показывает, раскрывает всю красоту музыки. Тем самым хочу продолжить после окончания заниматься музыкой, но уже, наверное, для себя больше. Ученики и коллеги Ларисы Михайловны Балашовой благодарны ей за то, что она направляет их по пути музыки на протяжении этих лет. И они счастливы, что сейчас многое знают благодаря помощи и отзывчивости Ларисы Балашовой, которая проявляет огромное терпение, чтобы научить. Я, в свою очередь, тоже хочу, не только своим учащимся, но и своим молодым коллегам. Я всегда даю, я никогда не отказываю в совете, я всегда им иду навстречу. Это обязательно должно быть. Замечательный год. Я думаю, что он будет, толчок такой даст к тому, чтобы наши молодые педагоги росли, вырастали, а мы им помогали. Я успешный человек, потому что я с радостью иду на работу. Я вообще позитивный человек, да. Я считаю, что мне повезло, и педагог дополнительного образования – это вообще образ жизни, я считаю. Педагог и музыкант – это же счастье, это же играть, это искусство. Это, я не знаю, я не представляю себя бухгалтером, например, но не получится из меня. И я думаю, что дети мои, если мы с ними поговорим, они поддержат, что я на своем месте. Неизменным для педагога-наставника Ларисы Михайловны Балашовой остается одно – желание воспитать в ребенке человека. Огромное счастье для педагога видеть счастливые лица детей, их искреннюю, неподдельную радость, когда они делают для себя открытие. Именно это является главным принципом работы педагога-наставника. Такой постулат помогает развивать у детей фантазию, воображение и внимательность к деталям. А самое главное – уверенность в себе, считает Лариса Михайловна. Ведь, сделав открытие сам, ребенок очень гордится собой, своим достижением. Спасибо вам, наставник. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова